В общем, вчера у меня не было наличности с собой, здесь только налично, надо было расплатиться. Сегодня я все-таки приехал сюда, 35 лир, либо 5 долларов стоит вход, на этот полуостров, только наверх. Вот здесь вот буточка, где продают билеты. Так, тут надо понимать, куда идти, сюда. Машины там стоят, наверное, вот здесь вот. Вот он порт отсюда, сейчас будет хорошо видно сверху, опять кошак тут ходит. Сегодня очень жарко, смотрите сколько от сглаза висит в глазиках на дереве. Я вот такой себе здоровый купил глаз. Засохшие кактусы, которые никто не поливает. Это ясно древнее, деревянное, вся полуразрушенная. Что-то делают. Сейчас мы еще поднимемся, посмотрим. Очень жарко, сейчас море маленько прогреется. И поеду на море. Вот вчера вечером, как раз я вот там гулял, это тупик, где я остановился. Вот он, этот порт. Горы, облака, все как положено для Кемера. На парашюте кто-то катается. Жарко, уже по спине все течет. Здесь спуск, который закрыт. Кстати, открыт. Там, наверное, внизу еще закрыто. На металлическую. В дымке там сегодня Анталия плохо видно. И вечером было больше видно. Вот такой музей под открытым небом. Типа, видимо, как раньше жили турки. Везде манекены стоят. И сидят, и лежат. Вот их жилище, видимо, национальное такое. Ребенок там, типа, спит кукла, какая-то косматая. Ну, пока меня ничего не впечатлило, я больше сюда из-за видов пошел. Отсюда виды должны быть красивые. Тут какие-то... Почему-то стекло закрыто, там плохо видно сквозь стекло. Какой-то макет. Быто турков, видимо. Плохо видно, здесь стекло плохое. Что-то тут написано, видать, не трогайте руками. Мужик плачет, девушки улыбаются. Не знаю, что бы это значило. Избивают его, что ли. Здесь маленькие такие фигурки. Берю какой-то макет. Что-то за такой изгородью большой. Ну, видимо, дети, чтобы не сломали, что ли. Там дальше пляж. Лавочка тут. Да, все, что можно тут облазить, я, конечно, облажу. Облазью или, как сказать, вот он наш пляж, наша лагуна. Да, тут тоже жилье, быт показан, как в краеведческом музее, знаете. Такое, у нас на Найце у них турки. Какие-то жуткие манекены такие прям, самодельные какие-то. Лица жуткие у них. Мне кажется, это просто частная территория чья-то. И вот решили так туристов тоже завлечь. Кто во что гораст обычно. Потому что ничего такого достопримечательного я тут особо не вижу. Место, да, место крутое. Так, понизу спустимся, по верху пойдем. Да, тут все такое будет. Фигурки, манекены. О прошлой жизни турков. Мне кажется, все лица, сделанные руки из воска. Может быть, он просто на такой жаре оплавляется. И поэтому такой ужасный вид имеет. Но очень похоже, что это воск. Тут их орудие труда. Мотыги всякие и плуги. Наверху всякая утварь из металла. Много очень висит. Всяких тарелок, кружек, чанов. Все, что угодно. Не знаю даже. Кувшинов. Но я, собственно, иду из-за того, что там на краю, на самом, должно быть видно чудно море. Потому что я вчера там проходил и видел, что оттуда шикарные должны виды открываться. Вот тут девочка плачет, а мальчик, наоборот, смеется. В отличие от прошлой композиции. Ну, хорошо, хоть не повесился. Тут, как кафешка, видать, у них столики. Все в старинном оформлении. Лампочки. Тут тоже утварь наверху висит вся. Столовая, вот умывальник какой-то, видите? Тут кувшины всякие. Да, кому старина интересна, сюда можно прийти и посмотреть. Тут их печи. Как они у них называются, не знаю. Насколько много всяких чугунков наверху. Очень много. Камера наблюдения стоит, подглядывает за нами. Не хочет у меня автоаппарат сегодня работать в очередной раз. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Добро пожаловать к нам. Спасибо. Так, здесь мы тоже наблюдаем. Вот это ковры. Сейчас покажу вам ковры. Вот отсюда такой вид. На наш пляж. Можно купить всякие сувенирчики, магнитики. Можно сесть и попить, например, чай. Там еще один макет. Потом будем по низу идти, посмотрим. Сейчас мы будем спускаться туда. Да, сегодня очень жаркий день. Вчера был попроще. Солнце палит. Тут тоже, видите, кафешка. Романтический обед и ужин можно провести. Гуляющие петухи. Кто там, баран или козел, дальше не вижу. Здесь вот куры с лохматыми ножками какие-то. Петух нас приветствует. Защищает курочек своих. Ну давай, кукаревни. Видите, он понимает русскую речь. Так, там какие-то овцы или бараны. Сейчас мы к ним заглянем. Чистенькие. И там тоже куры ходят. Ну, раз кукарея, калсу. Так, тут такая красота. Вот я ради красоты это сюда еще, собственно. Сверху. А я вчера ходил вот по той дорожке внизу, видите? Море красивое, прозрачное, все видно дно. Петух все никак успокоиться не может. Уже хочется ему сказать, горшочек не вари. Так, идем дальше. Ворон сидит вон он. Ну, это дикий, судя по всему. Да, улетел. Воробьи есть, которые тут почему-то молчаливые. Так, а тут кто живет, не знаю, наверное, это за гонку. Куры есть. Она не гуляет везде. Вот тут какой-то бардачок. Металл. Разбросим. Идем дальше. Ой, как жарко сегодня. Уже в море хочется. Вот тут будет то же самое, видно и все море. Только чуточку выше. Вот он, наш порт. Красивое бирюзовое море. Дальше синее. А у берега оно прям бирюзовое. На мелководье. Ну, как бы сравнительно в мелководье. Тут метров 10, тут 20. Где оно бирюзовое. Так, идем дальше. Ту сторону не видно нам. Кранчик стоит, наверное, воды можно попить. Хотя у него такой вид. О, и кошка спит. Или кот. Э, ты в грязи развалился. Ты че? Ты? Ты кто? Тигр? Ты тигра? Ты тигра. Ой, тигра. Собственно, поняли, да? В долларах мне неудобно считать. Вот так как я заплатил 35 лир, 350 рублей стоит посещение вот этого места. Я пошел, собственно, ради фотографий. Потому что отсюда красивые виды открываются. Это вот этот выступающий полуостров как раз. Только мы наверху находимся. Такие виды отсюда шикарные. Тут прям обрыв такой. Там море видно тоже. Здесь везде такие сосны колючие. Вот еще маленькая смотровая такая. На солнце выходишь, и все. И сразу жарко, невыносимо. Смотрите, какая сосна красивая, это дерево. Шикарно смотрится. Мы все выше-выше поднимаемся. Здесь надо фотографию красивую сделать. Путешествуем дальше. В мир истории турков. Ну, тут ничего такого интересного нет. Я говорю, здесь только из-за одних видов классно. Вот еще мы выше сейчас будем подниматься. Значит, еще вид откроется больше. Мы вообще должны до самого края дойти. Этого выступающего аппендикса полуострова. И оттуда будет видно, в том числе, наш пляж. Откроется вид оттуда. Ой, низкое деревья растут. Нагибаюсь. Вот еще. Ой, ящерка. Смотрите, этот. Или тритончик. Кто это, я не знаю. Все, он ушел под камеру. Ну, видно тут. Хвост один кричит. Да, сплетался. Открытое море. Море и океан. Колючки какие-то. И опять пошел спуск. Ну, вот такое отсюда. Открытое море. Тут какие-то мушки летают. И они кусаются. Маленькая муха садится и кусает, как комар. Это не задалбывают тоже. Мало их, но кусают все равно. Жарко, невыносимо. Так, ладно, идем дальше. Там должно быть интереснее. Именно по виду там должно быть круче. Потому что я снизу примерно, когда видел этот, представляю. Все низенькое. Тут я иду, и мне ветки все в глаза. С моим ростом тут нельзя ходить. Вот такая красотинец сюда открывается. А тут пляж сейчас я развернусь. Это внизу дорожка идет. И туда плавают далеко к пещерам. Я туда постараюсь, может быть, дойти, а может быть и нет. Потому что плыть туда 50 долларов стоит дорого. Так, ну тут не так хорошо видно, как я думал. Деревья мешают. Видите, нашу лагуну плохо видно. Поэтому пойдем дальше. Может быть, там где-то поудачнее будет. Сейчас чуть-чуть пониже, но по этой стороне идем. Там, где у нас пляж. Да, вот это дерево мешало. Сейчас я его обойду. Вот, какая красотинь. Какая красотинь. Только свет неудачно падает, поэтому море отсюда синее, а не бирюзовое. Если с другой стороны фотать, то оно будет бирюзовым. Идем обратно. И тут уже, видимо, не будет из-за растительности видно берега. Ну, прогулялся. Сейчас на велики в отель. Беру свои пляжные принадлежности. Оставляю фотик. И сдаю велик. Обратно. Иду до пляжа пешком. Хватит кататься. Уже накатался вдоволь. Да, как я говорил, тут больше нет нигде смотровых площадок. Потому что растительность густая и высокая. Ничего не видно, видите? Линза широкоугольная как-то от солнца отсвечивает полосой. Смотрите, ходил, не видел кролика. Может быть, он тут не лежал? Сейчас вот он тут лежит. Маленький такой кроличек. Такой вот лежит. Ему тоже жарко, да? Да? Жарко тебе? Что-то он лежит. Изнывает от жары. Правда, сегодня даже в тени жарко. Ладно, пошли дальше. Контактный зоопарк нам не обещали. Поэтому трогать животных мы не будем. Прямо в море хочется, невозможно. Вот такой жар из-за листья. Я уже весь загорел конкретно. Правда, как камбала. Частично, но конкретно. Ну, тут тоже торговые сувенирчики всякие, торговые лавки. Все, ручной работы. Вижу даже тапочки какие-то из кожи. Вот такое здесь, короче. Не буду крутиться долго. Наленькие фигурки. Детишкам было бы интересно посмотреть. Куколки такие. Со страшными лицами. Все, выходим. Уже пить охота. А я ничего с собой не взял. Вот здесь еще может быть смотровая неплохая. Ну-ка, посмотрим, куда ступеньки тут ведут. Эти ступеньки ведут никуда. Поэтому и вид тут не особо тоже видно. Поэтому вылезаем. И уходим уже. Я уже весь мокрый, жарко. В тень заходишь, более-менее. Как только выходишь. Капец. Тут тоже вот такое национальное все. У них. Это кому интересно. Кто куколок всяких коллекционирует, тому это интересно. Смотрите, какая бричка какая-то. Все, выходим. Машины тут некрасиво смотрятся. Их бы замаскировали куда-то. А то как-то среди такой старины портят вид. Дерево прикольное. Вот, собственно, наши пляжики. Наша бухта, лагуна. Какая тут красота. Ой, ветерок какая-то. Десерт. Бухта. Бухта. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...